И это я не про Виктора Манфорта, это я про Шером и Музулунова, но несмотря на вот такое преимущество, которое многие отдавали Узбеку, именно парень из Испании в нескольких моментах доминировал в том полуфинале и в итоге проиграл только по очкам. Ну что, все, открываем вечер этот бойцовский супервечер. Так, ну что у нас победить? Возраст. Опыт. Или тот, кто знает, что такое бои по правилам ТНР. Интересно. Несмотря на свой опыт, Софоклиус мандражирует, нет сегодня? Ну, 10 лет разница между бойцами, 39 лет, повторимся, Янису, Софоклиусу, 29, Виктору Манфорту. Слушай, но выглядят они ровесниками, если чисто субъективно внешне рассуждать. Да, в прекрасной форме на самом деле Грек сейчас находится. Это заметно. Но пока-пока-пока он действует вторым номером. Да, пока Манфорт все-таки пытается ногой достать своего противника. На самом деле, такая довольно редкая ситуация. Полностью идентичные антропометрические данные. Какой интересный удар сейчас. Надо нанести Грек. Так вот, полностью идентичные данные, что у Манфорта, что у Софоклиуса. 185 сантиметров роста и ровно 80 килограммов мышц силы и очень-очень полезных ударов. И поэтому в этом плане, конечно, сегодня равенство между бойцами, чего, повторюсь, не скажешь о возрасте на 10 лет. Намного опытней боец из Греции. 207 боев он провел за всю свою карьеру. Вы только представьте, 207. Это 10 раз больше, чем за свою карьеру провел пока что испанец. 207 боев. На самом деле, какая-то фантастика. Прямо хочется перепроверить эту информацию. Но ошибок, как мне подсказывают, сегодня никаких. 207 боев. На самом деле, безумно опытный Грек. И посмотрим, насколько этот опыт сегодня ему и поможет. Но пока и тот, и другой хорошенько пристреливается. Нет, нет, это проскальзывает, точнее. Какие-то удары, но чередуют и ноги и руки. Сейчас видим, как напряжен Янис Софоклиус. Гримас сверхсосредоточенного человека. А как иначе? И, видимо, у него, не знаю, с камер видно или нет, но уже есть такая красная отметочка на спине. И очень хороший сейчас, да, сейчас как раз очень хороший. На самом деле, удар нанес по левому боку у Грека Виктор Манфорт. И вот как раз его ноги, ноги это добавят. Ох, сейчас коленки едва ли чуть ли не в нос просто приходится Греку от Манфорта. И вот как раз обережает он мои слова. Только хотел сказать, что если брать предыдущие бои здесь, на боях по правилам ТНА, в том числе и полуфинал против Шером и Музулунова, так вот ногами работал, конечно, Манфорт очень хорошо. И вот этот прием, этот хайкик, этот удар ногой в голову он много раз пытался провести. Ну, собственно, все, мы видим-то и... Ух, как хорошо заканчивается раунд. Ну да, показывает сейчас речь, что вроде бы в лицо-то не сильно задела, попала в плечо. Но тем не менее, первый раунд, вот такой вот, заканчивайся. Ну как, я думаешь, как, как, как? Но по отметкам на спине, конечно же, можно полагать, что пока все-таки молодость впереди идет. Нежели опыт, но я думаю, сейчас раскроется Яни Сафоклил. Для него это новый ринг, новая арена, новый город. Но при этом, конечно, нужно отметить, вот сейчас мы смотрим повторы интересных моментов первого раунда. Несколько неплохих ударов именно ногой, ставку именно на ноги делает Виктор Манфорт. В свою очередь, конечно, в стойке пытается больше работать Яни Сафоклил. Стойки именно работают с руками. Попал, попал он справой, попал он по лицу. Ну, конечно, часть удара пришлась на блок испанца Виктора Манфорда, поэтому не такой сильный урон он получил. Но в целом, в целом, на самом деле, если брать эффектность, то, конечно, Манфорт был ярче-ярче в первом раунде вот этими своими ударами ногами. Ну, а как будет в целом, пока это ничего не значит, впереди еще как минимум два раунда. А дальше, как говорится, в Татарстане будем посмотреть. Так, сразу начинается ног Виктор Манфорт. Включает и руки, и ожидают оба спортсмена, кто будет первым. Каких не прошел у Виктора Манфорда. Но пропускает он сейчас справа от Яниса Сафоклиуса. Ну, не сильно такой удар. Ответочка такая погладил он нос греческому спортсмену испанец. Ну что, не сказать, что слишком там сверхактивно. Да, оба как-то остерегаются, конечно. Вот опять ногами, ногами, ногами. Накануне титул, но тем не менее, рейтинговые очки. Некая энная сумма есть, за которую также борются спортсмены. Блин, ну это такой, на самом деле, вид спорта, где даже не столько... Ну, азарт должен присутствовать в любом случае, да. Не только, конечно, нужно думать о бачках, о деньгах. О мужественных, это же опять мужское достоинство. Попробуй проиграть. Попробуй проиграть. Манфорт проиграл, Манфорту обидно. Манфорт сегодня, конечно, хотел работать в финале, работать в другом бою. Хотел он сегодня выйти в ринг против Люба Ялови. Но его как раз, да, интерпретируют эти бои, которые мы сегодня увидим, помимо титульных. Потому что это, в принципе-то, для тех, кто не успел проявить свой потенциал и, так скажем, выбыл. Не тогда, когда должен был выбрать. Второй шанс реабилитироваться перед не только казанской публикой, которая сейчас собралась ехать на технике. Достаточно много всего. Народу надо будет потом взглянуть на официальные статистики, сколько тысяч пришло. А пока у нас Янис Сафоклиус прописывает фанфас в испанцию. И вот хорошо сейчас его бок и показывает ей Виктор Манфорт, что немножко с нарушением прошелся удар от грека. Ничего страшного. Это не было специально. Ну и продолжает наступать Виктор Манфорт. Это все-таки, да, пока защитную тактику, защитную тактику придерживается Янис Сафоклиус. И так иногда вот такие вот резвые контратаки. Выписывает он испанцу. То есть неплохо увернулся. И сразу же ответочка. Прямой с ноги в живот. Но это не опасно. Обменялись ударами. Ну как-то посвежее выглядит Виктор Манфорт все равно. Если так визуально смотреть, он из суши. И это имеется в виду не про массу тела, а про потовыделение. Если так еще смотреть, кажется, кажется, что на самом деле довольно странно, что ждет, ждет чего-то Янис Сафоклиус. Ждет он и постарается, да, в третьем том самом раунде, в третьем раунде показать свою работу. Но пока... Никто не отменял, который он может вырубить. Никто не сомневается, что... Вот как раз-таки третий раунд. И мы видим, что и во втором раунде, если в первом Бомбор действовал так красиво, несколько по черно, но сейчас уже он и попадал. Он и попадал. Ну вот, а все промыскало от контратака. Также он продолжал наступать. И Янис Сафоклиус всегда был на чеку. Ну и пока есть у нас пауза. Опять же, для тех, кто только-только присоединился к этим прекрасным боям по правилам Денаев. Скажем, озвучу, что бой ведется в полной контакте. Здесь разрешена исключительно только ударная техника. И запричены все виды захватов. Так что, я думаю, вы походу увидите не раз, как рефери только-только начнется. Как мы называем по-доброму обнимашки, сразу же растащат в угол. Что касая победителя, да, тут тоже все просто. Никаких очков, кто нанес нокаут или нокдаун, соответственно, тот и победитель. Но есть исключение. Будем по ходу дела разбираться, если до этого дойдет. Что, третий раунд? Ох, и сразу, как начинает он. Да, какой хороший удар и какой яркий опять удар. Дал понюхать он свою коленочку. Тут не только он дал ее понюхать, надо посмотреть. Повтор, потому что если попал, если попал он по улицу Яниса, Ну, самое главное, что Янис-то выставил, в принципе. Но могли быть проблемы. Но, как мы видим, все спокойно, все хорошо. Пытался, пытался все обнять. Это сила греческого носа. Таким ударом его не пробьешь. Вот хорошая защита. И как только защиту убирает, сразу пропускает греческий спортсмен. Попал он в челюсть. Посмотрим, посмотрим. Если брать полуфиналы, то там, конечно, было очень сложно все с нокдаунами. И очень сложно было все с нокаутами. Пару раз, конечно, бойцы временно падали на ринг. Но вот посмотрим, как будет сегодня. Ну, вот сейчас пока... Не знаю, кажется мне сейчас или нет, но Янис Сапоклюс как-то уже лениво выбрасывает руки. Неужели подустал? Не бы ленивый, но сила-то у него все равно. Если смотреть... Возможно, такое начало его тоже ошарашило, этого третьего раунда. Возможно, но пару раз он неплохо ответил. А вот он, накопил силу-то. Как хорошо. В серии ударов, но большинство из них приходится именно по блоку. Видимо, уже покраснение на лице греческого спортсмена. То же самое есть у нас и у Виктора Матфорта. И сейчас не совсем было видно с нашей позиции. Но то ли в ухо, то ли в защиту. Попадает испанцию. Само удается увернуться. И вновь попытка с коленой. Еще раз, да, попытка удара ногой. Причем очень интересная, наверное, заметили. Виктор Матфорт сейчас постоянно пытается пугать этими самыми ударами ногой. Янис Афоклоса. Я думаю, сейчас секундант на греческом может быть и подсказывает, что не ведись на эти... Обманные вещи, да. Да, обманные вещи. И отвечая на контратаке, сразу же выписывает. Промахивается. Этим об воспользовался Виктор Матфорт. Но не ожидал. Возможно, устал и не был готов. Тут между правей дважды попадает испанцию. И руками больше работает Грек. Это понятно. Да, Грек за двигался. Выждал он, видимо, когда испанец то ли подустанет. Вот так. Несмотря на весь урон, несмотря на... Потому что это уже третий раунд сегодня. Старается, старается убить, старается попадать. И, наконец-то, начал он проводить даже серию ударов. Да, но третий раунд пока он очень активно проводит. Да, и очень, самое главное, не только активно, но и эффективно. Несмотря на то, что пропустил он в самом начале. По поводу эффективности я бы, конечно, поспорил. Потому что все-таки больше попадает в блок. Но, тем не менее, раз ударил в блок, два ударил в блок. Сейчас, может быть, не получится что-то сделать с этим самым испанцем. Который пытается все это противопоставить своими ногами. Еще один, еще один удар в крышке коленом. Только-только я дал предпочтение Греку. Тут же испанец включился. Еще одна попытка с колена вырубить своего оппонента. Ох, сейчас. Как он отвечает на удар в нос. Сразу хайкикал. Конечно, Греку сейчас нужно выходить из угла. Потому что... Ну и заканчивается раунд. Помог ему гонку выйти из угла. Потому что так, немножко сажался он там. И, конечно, Монборд несколько раз, несколько раз. Но, опять-таки, не попал. Не попал по телу. В основном, где он по блоку Грека. Но, тем не менее, если... Давайте-таки свежуты крупники. А кровь, кровь в лице Янису Сококлиуса. Вот так мы все говорили, что больше попадал он по блоку. А нет, попал, попал он, похоже. Смотреть повтор. Да, вот. Нет, это... Как раз в таких моментах сначала Грека. А вот сейчас вот здесь Монборд несколько неплохих ударов, конечно, нанес. И, похоже, попал в голову. Вот руками, да. Больше, конечно, Грек работал руками в этом раунде. Как и, походу, сегодня другое. И наоборот. Ноги. Вот. Это тот самый удар, после которого, похоже, произошло рассечение. Это серия. Сначала удар коленом. Потом стал сон отправить на ринг. Вот показывает нам президент Республики Тарстана, Рустам Нургалимович Мениханова. Любит он бои, собственно, как и любой другой вид спорта. А это у нас уже и тот человек, который... Дебедев, который был, кстати, здесь в Казани на ринге пару лет назад. Да, 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 и был на ринге. Выступал он как... Как это правильно называется? Ну, перед Паветкиным такой. Ну, андеркард. Ну, это больше, ну... Это тот андеркард, который можно назвать. Но, тем не менее, тогда это считалось как два главных боя. Да, два главных боя и... А у нас тут экстра раунд. Очень можно сказать, что сегодня он приглашенная звезда. И тот случай, когда... Пока. Конечно, интересно иногда посмотреть. Будет и на трибуны, и... Вот пока Янис поглаживал ноги Виктору Манфорту, Манфорт начал... Злиться и прописывать. И вот опять такие легкие удары. В область... Колена, голени. Остановил он ногу в полете греческого спортсмена. А ведь хотел Янис показать всем, что я умею работать с ногами. Да, а вот сейчас руками не поработал. Таких справа и прямой удар прошел. И так же он пропускает. Вот мы уже видим окровавленный нос. У нас, да, Янис Сафоклиуса. У нас у Яниса Сафоклиуса, но... Но пока держится, это ничего не значит. Да, но нужно понимать, что это у нас не футбол, это у нас не какой-то другой вид спорта. Ух, могло бы пройти, могло бы быть опасно. А здесь пропускает сразу же в челюсть греческий спортсмен. Держится, не вырубает. Вот сейчас вытера кровь об плечо Виктора Манфорта. Когда кровь... Кровь это не повод останавливать бой. Он будет, естественно, продолжаться. Если так вспоминать полуфиналы, боя по правилам тона, да, кровь была везде, в том числе и на наших комбинаторских позициях. Тогда и причем не в одном бою, а вот сейчас мы смотрим уже и на теле, и на торсе. Причем как и у Яниса, так и у Виктора Манфорта. Кровь грека. Знаете, для зрителей это как спецэффект такой, который только вызывает еще большего интереса. Да, такой... Можно забивать в гугл, скачать спецэффекты, кровь грека. Так, вот он, захват, и сразу же остановка боя. Возьмует, уф, попадает в защиту. Такое чувство, будто рассвердился, рассвердился, рассвердился грек. Такое бывает иногда, когда, если дерешься, особенно... Часли на улице, конечно, по-моему, взял сравнение совсем корректное, но когда ты видишь первую кровь, когда ты особенно видишь кровь свою, ты начинаешь уже, конечно, излиться и часто прекращаешь контролировать себя. Но это, опять же, это может быть и заводящим фактором для своего соперника, потому что, когда он видит уже кровь у своего оппонента, он потенциально чувствует силу, то, что вот, смотри, я смог пробить его, значит, соответственно, осталось совсем немного для того, чтобы добить. Но не все так просто. И не так все просто, несмотря... Держится грек, хорошо держится. Ну, а очень хорошо держится. И вот, несмотря на его, казалось бы, преимущество сейчас по этому экстра-раунду, раз за разом пытается он идти в клинч, раз за разом он пытается обниматься. С Монфортом видно, что силой-силой, конечно, его оставляют. И так он пытается передохнуть. Да, но и тут другой спортсмен, конечно, сейчас ожидаем. По-хорошему выдох есть эти прекрасные четыре раунда. Но вот в четвертом раунде вертушечка, попытка вертушки. И у нас 10 секунд всего, нужно, да, что-то делать в Монфорту. Видно, что обессилен уже Янис. И все, наверное, сейчас должно все это закончиться. Две секунды, одна, и гон. Улыбаешься, обнимаешься, как друзья. С радостью, по-моему, сейчас завершили тот и другой этот бой. Наконец-то это все закончилось. Вот на самом деле... ...в команде своих оппонентов всех благодарят. И что, непростое судейское решение сейчас предстоит вынести, потому что не было у нас ни нокдауна, ни нокдауна. Все будет смотреться только по тому, как вели себя бойцы. Да, на самом деле очень... ...вот можно только рассуждать. Очень, на самом деле, неплохой такой бой. Вот в очередной раз здесь, на боях по правилам ТНР, я замечаю эту интересную вещь. После боя нет никакого, так называемого, трэш-толкинга. Они не оскорбляют друг друга. Конечно, это самый добрый, по-моему. Да, 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 да. Как, друзья, внимательно... После конга здесь мир и любовь. Да, такое джентльменство. Это, конечно, хорошо, учитывая, что об этом джентльменстве мы видели, особенно в этом бое. Забывали, что тот, что другое. И носили серьезный такой неплохой удар. Несколько раз неплохо. И это мы видим по лицу, по крови на лице Яниса Сафоклиуса. Несколько раз хорошо попал Виктор Манфорт. Ну и наоборот. А сейчас у нас, собственно, судейское решение. Ну и что, да, сейчас мы знаем про первого победителя сегодняшнего вечера. Непростое судейское решение. Предпочтение... Мы можем здесь только гадать. Так, барабанная дробь у нас. Я считаю, что и Виктор Манфорт все-таки на четыре раунда не служил пока. Но посмотрим, как считают судьи. Потому что экстра раунд все-таки, если максимально объективным. Был за Яниса. Победу в этом поединке одержал Виктор Манфорт. Да, ну, как и предполагалось, действительно, Виктор Манфорт. Но объективно мы рассуждать не можем. Можем рассуждать только субъективно. Потому что, в принципе, здесь и суть. Ну, три раунда, три раунда, конечно, он доминировал в этом бою. Очень много хороших ударов ногами. Очень много неплохих попаданий было по Янису Сафоклиусу. И все на лице. На лице у Яниса кровь. И абсолютно довольный, конечно, Манфорт. Поздравляем его. Да, победа не в главном бою вечера. Но, тем не менее, все равно домой на родину, в свой клуб он отправится. Как минимум, Виктор Манфорт здесь реабилитировался перед риском. Показал, что может выигрывать. Отправится он реабилитированным. Отправится он в хорошем настроении. И двоих друзей из клуба Кавьера Ромеро, что в Испании, он обнимет и скажет, я приехал из Казани победителя. Первый титульный бой, который совсем-совсем скоро наступит. Я для наших зрителей, которые сейчас смотрят нашу трансляцию, расскажу об одном интересном конкурсе.